Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Павловна. Заходите, заходите. Также добродушно Мария Кашина открыла дверь мужчине, который представился сотрудником одной из газовой компаний. Сначала псевдогазовик узнал все о женщине. Есть ли кто дома, какая пенсия. А потом стал навязывать пенсионерке приобрести и установить автоматический клапан на случай утечки газа. Вам или вот сюда вот врезать аппарат, прям журнальчик показал, а есть, говорит, настенный. Ну мне бы надо сказать, сыновьям позвоню, а я, а он говорит, в марте будет все едино, ну как, ставить всем. Поэтому вам, говорит, сейчас как инвалидам, вы, говорит, то бы инвалиды, вам, говорит, подешевле. Женщина согласилась, подписала все нужные документы. Как оказалось потом, такой прибор стоит 11 тысяч рублей. Но пенсионерке сделали скидку, и она заплатила половину суммы. Но это значительно ударило по кошельку Марии Павловны. Это сигнализатор загазованности. Такой прибор предлагают лжегазовики всем жителям Оренбургской области за 5 тысяч рублей. Но на самом деле его реальная цена не более 500 рублей. Псевдогазовик установил прибор, составил соглашение, договор и ушел. В документах написано, что мужчина представлял компанию «Газрегион». Аналогичный документ к нам в редакцию принес пожилой мужчина, который тоже стал жертвой лжегазовиков. В соглашении указан тот же юридический адрес, контакты диспетчеров. Но вот только название компании уже другое. Мы обратились за комментарием в эту организацию. По телефону руководитель профгазобезопасности сообщил, что компания занимается розничной торговлей. Лицензии и разрешения есть. В свою очередь специалисты газовой службы областного центра говорят. Работы по техническому обслуживанию внутридомового, внутриквартирного газового оборудования проводятся специалистами предприятия в штатном режиме согласно разработанным графикам. Информация о сроках проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО размещается на официальном сайте предприятия. Прочие работы выполняются по заявке абонента, добавляют специалисты. Также внимание жители обращают на внешний вид газовиков. Одет в фирменную форму и имеет при себе удостоверение, которое он обязан предъявить по первому требованию абонента. О том, какие еще схемы придумывают мошенники, расскажем в аналитической программе «Итоги недели» в это воскресенье в 10 часов утра. Для Рабусева Георгий Бурлуцкий. Новости дня.